всем привет сегодняшнее видео я посвящаю тем кому за 30 кавычка за 30 три раза по 30 вот периодически поступает просьба отснять видео для людей кому самом деле за 60 у меня есть клиенты подписчики была клиентка которая была 70 лет и мы разрабатывали у нее связки суставы и на моих глазах человек перерождался просто-напросто все функции возвращались то есть прям как так сказать не скажем что омолаживание тела но тем не менее торможение процесса старения однозначно происходит и сегодня решил сделать небольшой комплекс круговой тренировки и позвал сюда маленького папу смита папа сколько тебе лет не через два месяца будет восемьдесят один год восемьдесят один год но вы наверно видели его в моих периодически там фотографических отчетов в инстаграме значит батя у меня занимается спортом с раннего возраста что-то там борьба там мастер спорта по классической под самбо чем чем он только не занимался по вольной по вольной борьбе вот это был чемпионом российской сссср овской армии там и тому подобное но то самое интересное что он до сих пор продолжает заниматься спортом и делает это весьма активно но вот смотрите сегодня покажу просто тренировку которую он будет выполнять я буду показывать что именно делать а вы уже можете повторять или повторять на ваше усмотрение не забывай тормозить вы все знаете что я обычно круговой тренировки но вот это как раз тот случай когда круговая тренировка как раз нужно почему потому что мы обращаем внимание на возраст обращаем внимание на факторы различные соответственно начинать эти тренировки можно практически всем с учетом физиологии которые на на сегодняшний момент вы имеете там у кого-то травма у кого-то отложение солей у кого-то артриты остеохондроз и тому подобное такого возрасте понятное дело особенно если человек активно не занимался был сидячий качи воображение то соответственно это будет сложнее сегодня просто покажу вот у меня тут небольшой список круговую тренировку посмотри иван Иванович первым делом что я тебе советую здравствуйте кистевые кисти кисти рук размираем обычно вы делаете счет до 20 до 1 2 3 4 5 это необходимо делать всем еще скажу так пока он разминает кисти если у вас есть дорожка то есть вы пришли спорта вы видите трэдмилс да беговые дорожки там нужно хорошо пройтись 5-7 минут разогнать сердечно-сосудистую систему сердечко мы сегодня это делать не будем вы знаете что 5-7 минут разминать на делаем просто крутим давай 12 12 в одну сторону и 12 другую 12 в обратную без особого напряга то есть чисто так вот и соответственно следим за дыханием мы вдыхаем и выдыхаем равномерно окей теперь нам надо прокатить плечевой пояс что мы делаем плечевым поясом как мы его делаем элементарно прямые руки уже переходят разминка на плечевой пояс полный круг делаешь вперед видите у людей возраст уже видно что не проворачивается суставы хорошо поэтому если это делать регулярно то вы начинаете разминать связь суставы подпитывать питательными веществами кровь доносит нутриенты назад можно да и в обратную сторону у меня была женщина я говорю бухгалтер ей было 70 лет когда мы начали с ней заниматься она не могла поднять руки выше уровня плеча потом дошло до того что она делала жим арнольда который я покажу дальше отец будет делать соответственно окей теперь смотри помнишь и прямые по одному разу по одному разу раз на уровне плеч не опускай ручки раз 12 сделать то есть это необходимо делать что во время во время вот такой мини разминки вы разгоняете кровоток и разгоняйте сердечную мышцу пульс повышается окей хватит теперь переходим на талию просто наталью ноги чуть шире и пошел талия вправо аккуратно движение вправо 812 влево 8 под вас и сделаешь еще хорошо это очень хорошая разминка для тазобедренных суставов то есть это за разминка обычно займет где-то порядка 3-4 минут не спеша ты что мы забыли делать еще 12 коленные суставы давай ножки вместе поставил аккуратно без напряга плавненько пошел право да я не знаю это вот у него больные ноги поэтому чуть-чуть сделай 56 56 отойди не мешать вот это надо делать его отца больные ноги вот соответственно он это периодически не делает и дальше это проблему зону и новая токерма чуть-чуть формы сайта в реверсу но в реверсу окей окей молодец 9 10 все что осталось шея немножечко шею короче и разом не спеша не спеша вправо 8 влево 8 и все отлично молодец вот на этом заключается элементарная простая заминка которая необходимо делать каждому каждому особенность у людей которые старше чем 30 30 лет да окей нормально сейчас мы отдохнем минутку и пойдем делать упражнение за упражнениями я буду показывать ну что первое упражнение я предпочитаю для своих клиентов то постарше это вот под 45 градусов почему элементарно понятно что тренажер обеспечивает правильное выполнение технического упражнения и всегда можно остановиться во время движения облокачиваться полностью теперь попытайся ручки видишь одна рука здесь всего лишь 5 килограмм вторая рука голову облокачивай сейчас мы плавно попытаемся выжать вес вперед и не спеши поехали два ручки чуть окей пошел дальше 3 4 здесь надо помогать людям с техникой не сильно тяжело не плечи опусти тогда локти чуть стороны разведи а вот и кисти не зала мой пора мне все 45 мы стараемся прокачивать верхний пучок груди до 14 делаем давай 8 молодец 9 глубоко не вдыхай здесь коробки в доме и давай четыре раза раз два локти полностью не выпрямляй вот так не последний 4 всего отличный опускал стал как прошелся подышал пока он отдыхает я просто говорю что ваша тренировка не должна занимать более 60 минут если вы только начинаете тренироваться когда вообще 25-30 минут вы понятно что как только вы станете в прогрессии там скажем две-три недели позанимались то тогда вы можете увеличить тренировку до 60 минут но а сейчас в данном случае мы пройдем просто по одному упражнению по 14 а то и 20 повторений и все а вы можете прогонять это два-три раза в зависимости от состояния если вы уже тренировались то тогда просто берете копируете тренировочку и делаете раз прошли один круг по всем второй круг и третий в зависимости от вашего состояния после упражнения на грудь я рекомендую ну как вы всегда знаете по моей системе всегда переходить на плечи почему переходить на плечи и делать именно жим арнольда садись сюда данному килограмм цикар начинаете смолоть и спиной сюда да 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 ровненько спина прижата плотно держи гантель одну так хочу пугать выполнять а побольше нельзя значит не с малого боец делаем жим арнольда поднимаешь видишь плечи не работают то есть они не разгибаются можно дальше ровнее сделать не можешь это надо учитывать фактор это вот отложение солей остеохондроз и тому подобное вот так да я сам делаю максимально стараюсь выпрямить над головой то есть когда вы тренируетесь бери-бери-бери пашу твоя задача опускать пошли 4 сейчас у него например неразработанные плечи на плечевые суставы закрепощены и там пипец вот я вам даю гарантию если бы позанимались месяц он бы уже руки поднимал вот сюда два месяца он прекрасно делал бы так как надо разрабатываются суставы и омолаживаются все волокна все ткани и организм возвращается в рабочее состояние то есть идет процесс торможения старения или можно сказать омолаживание я вам гарантирую если вы будете это делать видео смотрите на него вот видите просто он сейчас уезжает если бы у меня потренировался то было бы все прекрасно на затылок то есть видишь за затылок как будет больше сюда то есть полность полное выпрямление плечевого сустава вот а у тебя вот здесь то есть они не разработаны поэтому не позволяют вот и почему именно это а не просто жим потому что разрабатывают передний пучок центральный и задний три фазы и назад задницу да идет скручивание то есть это идеальное упражнение для развития плечевого сустава и для поддержания здорового состояния плеча вырубаем поскольку второе поскольку плечевой пояс можно разработали возвращаемся к базовому упражнению я его называю базовым упражнением на спину то есть показывать что надо делать садишься максимально широким хватом и тяга груди а понял 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 это я люблю давай сейчас посмотрим как ты любишь поставил тебе вес такой нормальный аккуратно по голове себя не ударить и пошел отлично молодец раз два раз 14 сделай будешь молодец если помогаете то значит придерживайте сзади на уровне грудного отдела соответственно включаем спинку руки не включает как тебе вес не ощущал от и слабоватый ближе вот сюда тебе вот эта спина пошла давайте 4 2 на выдохе и последний 4 отлично кстати хорошая техника и в зеркало смотрю опускать пускай молоток не боись не боюсь нормально встал отдых на отдых на и отдых на и были отдых на и рыба а я напоминаю что это упражнение можно делать по одному подходу и мы делаем круг отдохнули потом второй круг и третий тогда у вас получится три подхода на каждое упражнение или же сразу делаете то есть я показал первое упражнение вы сразу три подхода сделали переходите на второе упражнение три подхода на третье упражнение три по три я говорю что это терминовка у вас максимум займет 45-60 минут зависимости от того ваше состояние как вы дышите как вы отдыхаете как вы себя ощущаете но для начала начинаете не более чем получаться по одному упражнению круг сделали и прекрасно выключать сейчас у нас идет четвертое упражнение я называю его лыжник значит посмотри как это делается встал чуть-чуть подсел ну как на лыжах катаешься и ты разводишь лыжи по бокам факт прогнулся максимально будет вперед на поле на робот катя надо это чуть чуть дальше еще отойди ножки чуть вместе вместе поближе ok теперь руки максимально вытягиваешь твоя задача опять-таки плечевой пояс раз растянуть плечевой сустав и вот эти мышцы должны задействованы поехала как палками выжим его отлично смотреть о молодец и спортивная закалка а всего-то 80 лет человек жил бы со мной сейчас раскачали бы уже бы уже бы кевина догнал бы руки прямые должны быть не разводить да еще по еще пару раз то есть кому-то палками толкаешься как вес выдыхай выдыхай не сутулься старайся старайся о груди вперед подавать опять три отличное упражнение опять-таки разрабатывает плечевой пояс мышцы спины ноги в статике работают как на лыжи прекрасно но еще два раза еще молодец начала как всегда видно что техника немножко страдает но мы корректируем и стал и когда у техника будет идеально и тогда не будет никаких травм кровоток все нам и как защищаешь сейчас мы отключимся перейдем на помощь ну и сейчас мы завершим тренировку на верхушку гантелями то есть мы сделаем сгибание на бицепс и разгибание на 3 за потом перейдем на ножки иди сюда это твое любимое ты знаешь да трешки или точно будет мало сразу беру четверки смотри встал как ты с грифом делаешь только здесь вот супинация такая смотри на поле становись ноги вместе чтобы не мешали красиво модный подског нет пошел да не заваливай очень сильно твоя задача поднимать вот здесь остановил сюда можно и все только бисепс работе пошел и назад отлично давай 4 давай давай сделай 12 чтобы я хоть посмотрел когда-то когда-то были ярко выражены сейчас если что разогнать просто помните одну вещь если вы регулярно не прокачиваете мышцы она не наполняется кровью она не подпитывается питательных веществ не идет и она у вас начинает атрофироваться независимости от вашего возраста если вы продолжаете заниматься спортом и она у вас по пампинг этот и накачка поставляет питательные вещества к капиллярам то и тело будет выглядеть не надо ты лечить и нелаешь него врачу вот отсюда не надо я не 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 это тоже от себя тянуть от отсюда еще два раза сделай нормальный раз пошел вверх закисление есть какой-нибудь ощущаешь что нибудь нет без отлично хорошо ставь на место вот именно так вот не спеша хорошо если 20-25 повторение сделал вообще идеально и вот сейчас мы отключимся я покажу упражнение на 30 но элементарно 2 ну и сейчас разгибатель иди сюда на трицепс не вот встал смотришь на себя в зеркало ровные капли локти прижаты и пошел растягиваю прокачиваю вот он понял 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 ближе подойди ближе локти прижал вот сюда и поехал поехали раз да отлично пошел два отлично молодец 3 красавчик 4 держи 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 назад не падай чуть-чуть можно падать уйди уйди я пошел вон не мешать хорошо давай 10 десяточку мы посмотрим 1 2 видишь подыгрывает кистьями внутри но это естественно вот сейчас нормально дело 45 есть уже окисление по желанию есть отлично 67 то есть любое мышечное волокно независимости от возраста можно оживить оживить понятное дело особенно если вы был долгий период и вы не занимались то тогда это сделать сложнее но все равно как сейчас расскажу окей ну давай два раза еще раз и последний окей все сейчас отдохни минутку молодец а я расскажу такое что американцы провели опыт это не только американцы но этот просто знаешь зафиксированный факт в журналах спортивных был они собрали группу пожилых людей свыше старше 70 лет собрали в течение месяца и тренировали я много раз про это рассказывал так вот люди которые все не занимались ничем на протяжении всей жизни 70 лет через месяц показатели силовые у них выросли на 20 процентов и мышечное волокно выросло на 20 процентов а за соответственно и поднялся гормональный фон как у женщин так и мужчин а это значит что произошел процесс омолаживания организма то есть когда мы физически не двигаемся мы умирали соответственно регулярные тренировки обеспечить долголетие но сейчас мы делаем завершающее упражнение на нижнюю часть тела на ножки сразу замечу вам туда напомню а но у отца больные больные ноги там с капиллярами проблемы и тому подобное но все равно это надо разрабатывать в легкий грехов разгиба раз отлично поехали 2 вот здесь руками может держаться смотри мне не 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 вот здесь вот давай раз 10 сделай а если 14 вообще прекрасно то есть обратите внимание что он сразу делает коленный сустав разминается и укрепляется то есть поставки все полезные вещества нагоняется с кровью синавиальная жидкость все все что угодно вот начинает омывать те части тела которые давно не работали ли застояли соответственно что происходит опять-таки торможение старения омоложение организма подпитка полезными веществами даже те моменты которые не обывались еще парочку сделать есть уже закисление щебель дальше а есть у него значит у нас прекрасно работает на бен веществ как 13 и последний давай 4 все умница молодец темы это 15 килограмм у меня девчонки с таким работают тоже как бы рабочий вес вылазить аккуратно окей сейчас он немножко отдохнет покажем бицепса бедра вот это же самое походи немножечко давление не повышается ничего все нормально нормально а если я скажу что если бы не баловался чуть-чуть было бы прекрасно а так как обычный русский человек любит вот как говорится у каждого свой выбор соответственно все делать но зато поддерживает последнее упражнение это вот сгибание бедра коленочки должны быть лежать о отлично на платформе голову сильно низко не опускай что давление не поднималась вот так и поехал опа давайте поменьше сделаю подожди давай потяжелее 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 давай четырнадцать и сделай 15 килограмм два молодец давай давай и понеслась 4 мышцы то есть все как тебе вес слабоватый тяжеловато слабоватый слабоватый машина спортсмен были ничего делали спортивный характер никуда не денешь 2 4 1 пошел 2 пошел 3 и последний все красавчик молодец мой сейчас плавно сам вставай бом молодец сейчас мы отключимся я посмотри что я забыл о чем забыл сказать нормально 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 заболела коленка чуть-чуть не нормально свела не они тут у меня выскакивает иногда у меня отец такой он всегда был бойцом большой пример для меня всегда был то есть любые болезни он всегда перед перед перебарывал самостоятельно никогда не сдавался вот мужество человек высокого мужества и примеры для меня всегда был поэтому никогда не скажет когда у него что-то болит но мы без самоубийства будет менялась подключить ну и что завершающее упражнение это упражнение на голень почему я считаю для пожилых людей людей в возрасте необходимо его делать сейчас скажу вот это станок вообще идеальный до козел мы его называем ну давай толкать легкий вес смело пяточки опускаю меня не 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 так ты это все нормально пальцы так ты двигай так она не двигается двигается 200 и ступней выпрями ноги ноги выпрямишь встань да когда вова теперь а теперь о пошел вова вова пошла сделать чуть-чуть там много не делаешь ну давай 14 отлично значит смотрите у отца я говорю у него там проблемы сейчас с ногами но запущено было значит почему необходимо голень дело здесь три мышцы до маловидное там и боковые там внешние идеально литеральные мышцы 15 отлично молодец все хватит значит почему необходимо делать голень особенно в этом возрасте потому что тренируя голень вы помогаете кровотоку двигаться по нижней части тела то есть сердце качает вверх и оно должно достать до самых конечных капилляров там на пальцах и тому подобное чтобы помочь ему вы прокачиваете голени тем самым насос работает здесь вот что получит папа помогайте кровотоку опять-таки подпитывать тело полезными веществами ну и что напоминаю что мы сейчас сделали круговую тренировку вот я предлагаю вам делать именно такую как я сказал вы можете каждую каждую каждое упражнение делать по три подхода от 14 до 20 повторений с легкими весами или же делать круг сделали посмотрели сколько прошло сколько у нас сейчас прошло времени сколько мы делаем порядка 20 минут не больше вот второй круг и третий в зависимости от того состояния это был мой отец иван иванович кузнецов старший папа смит и кевин за камерой спасибо всем здоровья это мой лук кевин Владиславович он у нас музыкант нифига не тренируется всех любим обожаю пока